Шмат лекиты дни на подрыхтовку. Лепший режиссер-постановщик – глубокая идея. Только артистов тут больше за тысячу. И вот гамельчане и гости фестивалю больше, чем с 20 краин света, смогли поназирать за этим судом. Могчим, а это не открытие олимпийских гульнях. Але вельми близко до этого. Над постановкой церемонии открытия 8-го международного фестивалю «Сожский Карагод» працавала целая команда хореографов. Начали с главным режиссером Пятром Свердловым. Перед глядачами паустала соправдная театральная шоу, наполненная магией мастастства. Уся постановка была побудована на концепции разноколяровых ниток, які органично уплетаются в разноплановое понятие культуры. Говорка идти не только про розные стыли, але и про адрознение у характеры. От имкливого и рытмичного червоного накерунку до деликатного и грациозного пластичного танца, які высабляли блокитный и белый колеры. Головная задача церемонії – продемонстровать шмат национальный характер и масштаб фестивалю. Нам в далеком 1997 году организовывался и готовился первый фестиваль. Его организаторы приняли для себя такую очень осторожную формулировку. Попробуем. Попробовали. И оказалось, что этот культурный проект очень востребован и популярен. За час проведения у Гомеля фестиваля у делу им приняли больше 16 тысяч человек. На сценичные пляцовки выходили артисты из всех кутков планеты. Вселетний фестиваль стал самым масштабным за всю его историю. По грандиозности не заступила и церемония открытия. Только от детячей хореографичной школы мастерства у Гомеля на поле вышли 500 детей. Плюс некольки сотни у студентов в НУ, гостей фестивалю и шматлики танцевальные коллективы нашей в области. Некольки ты не успотребилась, а капкожный особный удельник стал участкой одинного механизма. Репетиции проходили очень долго. Поначалу было как бы непривычно. Мы уставали очень сильно. Было очень жарко. Да, было очень жарко. Постоянно хотелось пить, кушать и все такое прочее. Но потом как бы влились в коллектив и познакомились со всеми. Уже весело проходили репетиции. Все было под контролем, нормально. Как огромный единый механизм и такой винтик, от которого зависит в принципе многое. Ну хотя даже если тебя и уберут, кажется, что может быть и ничего не изменится. Но в то же время это приятно, что тебя пригласили на мероприятие именно такого масштаба. И ты значит что-то значишь в этом мире. Амаль кожный особный номер шоу выкликау оваций и захопления. Свою масштабностью уразили танцы пчелок. На поле вышли простонники Беларуси, России, Украины, Грузии и инших краин. Это был свой особливый танец сяброуства, який высоблял огульную справу на корысть усих народов. По-своему захопляльной была хореография кожной нации. Проникненная беларусская, атмосферная прибалтайская, и наполненная сенсом корейская. Организаторы так само имкнулися передать совесть традиционного и сучасного мастерства. Это яскраво было бачно на суместном выступлении гурта Ягорова гора и знакомитых брейкеров с коллективу Lookaround. Аплодисменты супроводжали незвычайные выступления танцоров Шри-Ланки. Коллектив волынщиков ирландские танцоры. Плавные рухи знакомитых ансамблях «Жель» и выступления акробатов. Организаторы спадяются, что в этом году, я не знаю, в особе на сцене, панорамное хореографичное полотно, проставленное на фестивале. Зразумело, с невеликими изменами. Такое шоу повинен бачить кожны. Вольга Вальченко, Валера Игапанько, телерадиокомпания «Гомель».